Добрый день, дорогие друзья! Я рад вас приветствовать на очередном вебинаре Директ-Академии. Пожалуйста, нажмите на изображение огонька, если видите и слышите меня нормально. Огонек находится рядом с строкой ввода в чате. Спасибо, вижу. Вижу, что все вы хорошо меня видите и слышите. Ну что ж, тогда приступаем к нашей сегодняшней работе. Наша сегодняшняя тема «Видео из ничего. 12 простых и неочевидных способов сделать видео без видеокамеры». Но прежде чем я приступлю к обязанностям спикера, я хотел бы выполнить обязанности модератора. Сегодня я в одном лице. В самом начале нашего чата вы видите четыре полезные ссылки. Первая из них ведет на расписание наших вебинаров на 2022-2023 учебные года. Какие-то вебинары в расписании уже на ближайший месяц, какие-то на целый год. Это, конечно, не окончательная версия расписания, но из него вы уже можете подписаться прямо сейчас, зарегистрироваться на те вебинары, которые вам интересны. Я предлагаю вам это сделать, не откладывая в долгий ящик. Вторая ссылка ведет на наш видеоканал на YouTube. Кто еще не подписан на наш канал, обязательно подписывайтесь. У нас уже 12 тысяч подписчиков на нашем канале. Здорово, это просто нас очень греет. Запись этого вебинара, разумеется, тоже будет выложена на наш канал через некоторое время, через 1-2 дня. А вообще всего у нас там записей примерно 1400 уже где-то вебинаров. То есть огромная база знаний в видеоформате. Третья ссылка для тех, кто интересуется нашими онлайн-курсами. И об этом я скажу чуть позже. Ну и, наконец, последняя ссылка для тех, кто хотел бы приобрести сертификат после того, как закончится наш сегодняшний вебинар. В самом конце вебинара я еще раз дам ссылку на сервис, где эти сертификаты можно будет приобрести. Еще раз хочу сказать, сразу после окончания. То есть в течение вебинара приобрести нельзя, просто потому, что нам надо получить статистику по окончании вебинара. И с этим файлом мы уже выдаем сертификаты. Ну а сейчас я хотел бы, перейдите уже в конец нашего чата сегодняшнего. Я хотел бы проанонсировать три вебинара, которые состоятся в ближайшее время. Я их сейчас последовательно размещу. Завтра, в пятницу, состоится вебинар Веры Сальниковой, который называется «Воспитание и речевое развитие детей дошкольного и младшего школьного возраста средствами этнопедагогики». Вот этот вебинар у нас в цикле вебинаров «Новое поколение» будет. Далее, следующий вебинар в понедельник. Этот вебинар Татьяны Телегиной. Копирую его в чат наш. Вебинар, посвященный ГОСТу 2018. Библиографическая запись и библиографическое описание. Структура, состав, использование. Это для наших библиографов, которые не библиографы. То есть тем людям, которые библиография нужна, но они не профессиональные библиографы. И, наконец, во вторник, 25 октября, у нас опять вебинар в цикле «Новое поколение». И этот вебинар называется «Безопасные взаимодействия. Какие слова и действия педагогу могут нанести психологическую травму ребенку». Ведущая Ольга Хохлова. Кроме наших вебинаров мы, как, наверное, вам известно, в Директ-академии занимаемся разработкой и производством. И приглашаем вас на наши онлайн-курсы. В скором времени состоятся два онлайн-курса. Первый из них состоится уже совсем скоро, 25 числа, через 5 дней. «Современные технологии проверки научных и учебных текстов на заимствование в системе антиплагиат». Это наш один из самых популярных курсов. Мы его делаем совместно с системой, с командой компании антиплагиата. Более того, мы являемся организаторами курса, а разработчиками курса является, собственно, команда антиплагиата. То есть это курс от создателей. Вот, очень популярный курс. Я вот просто очень вам советую. Ну и, наконец, тоже один из наших старейших курсов, который мы неизменно повторяем раз в полгода. Курса, автор Наталья Логачева. Первый курс, там группа авторов, можете посмотреть по ссылке. «Технология подготовки успешной диссертации». Наталья Логачева, автор и ведущий курса. И курс начнется 8 ноября сего года. Тоже очень популярный курс. Ну, разумеется, для тех, для кого это имеет смысл. Вот, неизменным спросом пользуйтесь. Так что приходите, будем вам рады. Ну что ж, а мы... Я заканчиваю свое вещание в формате модератора и превращаюсь в спикера. Вот, и мы начинаем. Повторюсь. Сегодняшняя тема – «Видео из ничего. 12 простых и неочевидных способов сделать видео без видеокамеры». Вот. Я хотел бы отметить, что этот курс... Прошу прощения, этот вебинар я уже один раз проводил. Это был промо-вебинар в рамках моего будущего курса. И проводил я его совместно с компанией «Ракурс». Сегодня я этот вебинар повторяю. И хотел бы сразу пригласить вас на свой курс, который начнется 1 ноября 22 года. Это мой традиционный осенний курс, который называется «Учебное видео. От идеи до воплощения». Вот. Как вы видите, и тема сегодняшнего вебинара тоже посвящена видео. Правда, немножко шире, не только учебному видео. Но мы все-таки будем ориентироваться в основном на учебное видео. Ссылку с этого слайда сейчас я вам дам. Курс проводится... Курс проводится... Обращаю ваше внимание, что курс проводится не в Тирект Академии. Этот курс проводится... Организатором курса являются наши постоянные партнеры, компания «Ракурс». Вот. И... Ну, вот что я могу вам сказать. Да, все здесь написано. 10 вебинаров будет проходить с 1 ноября по 1 декабря. Подробности вот на этой странице. Там очень подробное описание программы и всего остального. Вот. Ну, не буду уделять рекламе так уж много времени. Давайте, собственно, пойдем по нашей сегодняшней теме. Итак, какие-то 12 приемов, 12 неочевидных способов, о которых я хотел бы вам рассказать. Перечислю их. Это демонстрация работы различного программного обеспечения, которое что-то нам показывает интересное на экране компьютера. Далее. Сравнение процессов на одном экране. Съемки материального предмета в развитии. Дальше. Анимационные библиотеки видеоредакторов. Анимационные интернет-сервисы. Развитие понятия интерактивности, когда мы из интерактивного контента делаем видеоконтент. Далее. Ну, в некотором смысле некий большой и особый отдел предыдущего пункта. Это динамическая инфографика. Дальше. Файлы формата лотти. Дальше. Работа с гигантскими гигапиксельными изображениями. Несколько такого, немножко креатива. Как использовать привычные офисные приложения для создания видео. Далее. Ожившие диалоги и оживление портретов при помощи искусственного интеллекта. Ну и давайте пойдем вперед. Я не упомянул самый естественный вариант. Он просто очевидный. Я поставлю его под номером 0. Это просто скринкасты. То есть запись скринкастов с экрана нашего компьютера. Этот способ, с одной стороны, он объемлющий практически для всего, о чем я говорю. То есть многие из тех пунктов, которые я упомянул, это являются скринкастами. Но суть-то не в том, что они являются скринкастами. Суть в том, как подготовить контент для этих скринкастов. Поэтому будем считать, что скринкасты это наш нулевой номер из 12 заявленных. Ну, напомню для того, кто, может быть, не знает, что скринкаст – это запись видео с экрана компьютера, сопровождаемого, возможно, вашей речью, а возможно и нет. Сопровождаемого, возможно, вашим изображением с видеокамеры, как правило, с веб-камеры. Вот. И сопровождаемое какими-то указательными действиями, как вот здесь, например, стрелка показывает на какой-то элемент скринкаста. Вот. Причем такие указательные действия, они могут быть сделаны как в процессе видеомонтажа, так и непосредственно в процессе записи, как вот, ну, к примеру, я сейчас могу взять и чего-то здесь вот еще нарисовать. Вот так вот, да. Вот такого рода, ну, или вот сделать вот так, например, да. Такого рода указательные действия, они являются, ну, если неотъемлемой частью скринкастов, то очень сильно повышают их объяснительную силу, поэтому вот эти четыре части, из которых состоит скринкаст, запись экрана, запись звукового канала, запись вашего изображения в веб-камере и какие-то отметки на экране, которые помогают понять суть происходящего. Поехали дальше. Наш первый пункт – демонстрация работы программного обеспечения. Я всегда показываю вот эту любимую мной картинку. Это демонстрация физического процесса на основе таких достаточно простых математических соотношений. Здесь демонстрируется развитие траекторий в задаче трех тел. Это моя любимая задача из физики – задача трех тел, когда имеются три материальные точки, которые взаимодействуют в пространстве посредством сил тяготения. Каждая из этих точек имеет какие-то начальные параметры, то есть положение в пространстве и вектор скорости. И дальше мы смотрим, как развиваются их траектории. Так вот, оказывается, что задача трех тел – это практически простейшая задача, которая описывается простыми дифференциальными уравнениями, которая начинается как детерминированная задача, а заканчивается почти всегда хаосом. За исключением некоторых специальных случаев. То есть это задача, которая говорит нам, что хаос – это не хаос и упорядочение, это не нечто разное, а они очень легко переходят друг к другу. Ну и вот такую программку я в свое время нашел, с которой вот такой скриншотик снял. А можно снять скринкаст и на его основе пояснять то, о чем я вам говорю. Да, я совсем забыл сказать, что, как всегда, моя презентация находится среди файлов, которые вы можете скачать прямо сейчас, а также там еще один архивчик, о котором я расскажу, когда дойдет речь до него. Следующий пункт – это сравнение процессов на одном экране. Вот замечательный пример. Вы знаете, сегодня я не буду вам показывать этот видеоролик. Я так часто его показывал, многие, наверное, уже видели. В данном случае это сравнение девяти разных алгоритмов сортировки. Очень полезно для программистов. Причем среди этих алгоритмов… Ну, если кто-то как-то связан с программированием, то, наверное, знает, что алгоритмы сортировки – это вообще азы программирования. И не просто азы, а это вот то, на чем вообще программирование стоит. И очень полезно знать, какие есть алгоритмы сортировки, какие из них достаточно быстрые, какие достаточно медленные. И вот мы видим, что здесь речь идет… Я лучше вот нарисую, да? Речь идет о девяти алгоритмах, которые… Некоторые из которых очень быстрые. Вот, например, вот этот. Здесь речь идет… Да, задача была упорядочить массив. Да, вот есть рандомно беспорядочный массив, и есть разные алгоритмы. Ну, и мы видим, что вот есть быстрые алгоритмы, которые, вы видите, уже справились почти полностью, справились уже со своей задачей. Есть очень медленные алгоритмы. Вот, например, известный всем студентам, технарям, пузырьковый метод упорядочения. Он простой в реализации, но зато он очень медленный. А с другой стороны, есть алгоритмы очень быстрые, но они сложные. Вот. И, на мой взгляд, вот такой скринкаст, который показывает, как происходит это упорядочение на девяти маленьких экранчиках, это просто шикарно с точки зрения объяснительной силы действует гораздо сильнее, чем описание на словах этого всего. Это, значит, наш второй будет момент. Далее. Материальный предмет в развитии. Так. Я прошу вас ваши вопросы кидать во вкладку «Вопросы», а то я могу здесь что-то пропустить. Вот кто-то пишет, что звука не было. Напишите, пожалуйста, все, у кого звук есть. Я надеюсь, что у всех звук есть. Это только у некоторых звука нет. Спасибо. Так. Третий наш пункт. Это покадровая предметная анимация. Я обещал обойтись без видеокамеры, но на самом деле здесь можно реально... О, спасибо, Светлана, спасибо. Реально можно обойтись без видеокамеры, одной фотокамерой, снимая последовательные шаги вот этих вот... этапов, да. Что мы здесь видим? Ну, во-первых, это прекрасная... прекрасная инфографика сама по себе, да, которая показывает этапы развития чего-либо. Мы берем... Какая здесь подмена происходит, да? Здесь подмена происходит этапы развития одного предмета или организма, да, в данном случае, подменяются разными копиями этого организма на разных стадиях развития. Разумеется, тут зависть от зависти до цветочка, да, потом пушистый вот этот клубок хлопка, да, это все разные и, может быть, в разные периоды сорванные части растения. Точно так же и справа, ну, как вы понимаете, это касается кофе. Тут пошли еще дальше, и до процессов обработки кофе и заканчивается чашкой. Вот, вот, ну, если это собрано для единой фотографии, то это же можно снять и по этапам, да. Причем я предлагаю вам в таком случае поступать с конца до начала, потому что если вы поступаете сначала, то вы не сразу соберете ту конфигурацию, которая вам нужна. Вам придется дергать какие-то детальки, и получится плохо. А вот если вы соберете сразу все, а потом начнете по одной убирать со старшего этапа, да, то у вас должно получиться очень... Ну, а потом в обратном порядке, разумеется, да. У вас должно получиться очень неплохо. Не обязательно это собирать в дугу или в окружность, да. Можно двигаться как-то по квадрату, например, да, по спирали, не знаю. Это как уже ваше эстетическое чувство подскажет. Ну, по крайней мере, это явный способ для того, чтобы показать какой-то процесс в развитии. А, между прочим, показ процесса в развитии – это очень важный момент в объяснении какого-то материала, да. Вот, поэтому, если есть такая возможность, она существует совсем не всегда. Но часто она существует. Например, вместо элементов живого мира можно применить... Можно использовать деталь от заготовки до конечного вида. Вот, или даже узел какой-то. Вот так вот, последовательно выставляя разные стадии, да, можно снять очень хорошее видео. Вот. Ну, вот это следующая идея. Следующая идея будет достаточно такая продвинутая, более завязанная на технологию производства роликов. Дело в том, что у видеоредакторов есть достаточно продвинутые анимационные библиотеки, которые можно использовать для своих нужд. Я вам продемонстрирую приложение, которое называется «Камтазия». Последняя версия 2022 вышла, вот не помню, то ли весной, нет, летом, по-моему, в июне этого года. И она как раз очень сильно ориентирована на всякие дополнительные анимационные вещи. Вот. Почему я говорю про это приложение? Ведь этот видеоредактор, он на самом деле достаточно маломощный с точки зрения рассмотрения его именно как видеоредактор. Ну, дело в том, что «Камтазия» — это не видеоредактор. «Камтазия» — это видеосредство для авторов. То есть стандартные, не стандартные, а такие продвинутые видеоредакторы типа Adobe Premiere или Sony Vegas и подобные. Они, конечно, гораздо более могучие видеоредакторы, именно как видеоредакторы. И даже среди бесплатных видеоредакторов, там есть редактор DaVinci, DaVinci Resolve, да, он тоже более могучий, хотя и с ним не очень приятно работать. Он такой по интерфейсу жесткий достаточно, но по возможностям он ого-го. Вот. А вот у «Камтазии» этого всего нет. Но зато есть многое другое, что нужно нам, да, конечным авторам видео, не имеющим доступа к команде высококлассных специалистов, которые за вас все сделают, да. То есть и все снимут в студии, и потом подвергнут монтажу, еще, может быть, там режиссер есть, который вас выставит там и так далее. Понятно, что такой путь есть, да, но он дорогостоящий. А тысячи и преподавателей, и не преподавателей, да, просто авторов, которые хотят делать видеоконтент, не имеют такой возможности, да. Так вот «Камтазия» — это, на мой взгляд, наилучшее такое промежуточное звено между бесплатными инструментами и инструментами, плантными, продвинутыми видеоредакторами. Во-первых, она позволяет делать хорошие скринкасты, у нее хороший рекордер, простой, но хороший такой, можно сказать, профессиональный. Во-вторых, у нее есть все средства внутри себя, все средства видеомонтажа, которые направлены на то, чтобы лучше объяснить. Всякие указующие стрелочки, обводящие элементики, затемнение, приближение к экрану, приближение камеры к объекту, удаление — все это есть. И все это сделано относительно просто, вот, ну, относительно, конечно, да. Я как раз именно это приложение рассматриваю в своем курсе, вот, и именно по той причине, о которой я вам сказал. Потому что мой курс, он не для профессионалов в видео, а для нас, для преподавателей и вообще для всех, кто в информационной среде хочет делать видеоролики. Так вот, какие инструменты анимационные есть в Камтазии? Ну, вот тут последнюю версию можно скачать вот отсюда. Значит, обратите внимание, ссылки на экране, разумеется, недоступны, они не кликабельны. Для того, чтобы воспользоваться ссылками, просто скачайте мою презентацию, и там ссылки будут доступны. Тридцатидневную пробную версию можно скачать вот здесь. Ну, непробную версию надо либо купить, либо вот в наших условиях где-то достать. Да, сейчас мы находимся, к сожалению, в таких условиях, когда, может быть, и купить будет трудно. Древний пласт, я так его называю, некой анимации в Камтазии. Древний в том смысле, что он существует уже там как минимум десяток лет, наверное, ну, может быть, чуть поменьше. В Камтазии вообще сама, наверное, лет 15 уже существует как минимум. Вот, ну, по крайней мере, мне она известна в течение 12 лет. Вот, итак, просто примечания, выноски, некие элементики в виде стрелочек или других каких-то объектиков, которые мы накладываем на наше изображение, и потом можем каким-то образом оживлять. Я быстро буду говорить, потому что показать это все реально достаточно проблематично за то время, которое у нас есть. Это вот на курсе у меня целая тема этому посвящена. Далее, анимационные выноски, те же самые, давайте все-таки буду подрисовывать что-то, да, те же самые стрелочки, галочки и так далее, но которые появляются, как будто рисуются карандашиком в течение полусекунды, вот, и поэтому вызывает большее, большее вовлечение. Далее. Инструменты, которые называются анимация. Ну, не ждите от него анимационных возможностей мультфильмов каких-то, да, ну, по крайней мере, какие-то объектики, которые уже существуют у нас на нашем холсте, он может оживить. Что значит оживить? Это значит, мы указываем для этого объекта начальное и конечное его положение, и этот, показываем время изменения на таймлайне, а этот объект меняет свое положение в соответствии с нашим планом. То есть, стрелочка указывала в одно место, давайте опять я включу рисовалку. Стрелочка указывала в одно место вот сюда, да, а через 3 секунды она будет указывать в другое место и с другой стороны, поменяет угол. Ну, вот, например, так. Ну, и какие-то вот такие вот вещи, достаточно простые, могут быть осуществлены. Далее, инструменты, которые называются behaviors или действия. Эти инструменты, по сути дела, представляют собой некоторые предустановленные анимации. То есть, те анимации, которые вот созданы дизайнером и которые реально красиво выглядят. Например, стрелочка вылетает из-за правого края, некоторое время мигает рядом с тем объектом, на который она указывает, останавливается и через некоторое время вылетает через другой край. Вот таких действий, на самом деле, там несколько десятков, можно выбирать любую из них. Кроме того, эти действия, они еще, если они указывают не на геометрический объект, а на чистый текст, то в этом случае они действуют не на весь текст, а на каждую букву в отдельности. Ну, и это прибавляет некого эстетического эффекта. Вот, рассыпающиеся буквы или собирающиеся там в слово буквы с разных мест, это достаточно красиво выглядит. Правда, если этим злоупотреблять, там, получается, достаточно вычурно, ну, это уже ваше дело злоупотреблять или нет. Библиотека. Ну, вот в последней Камтазии библиотека, это вообще, она расширена примерно на порядок. Теперь в библиотеке около тысячи различных элементов. Ну, и вот здесь я вам показываю объект, заголовочный объект, который как-то движется. Это шаблончик, при помощи которого вы можете задать название вашего ролика или название части вашего ролика. Вот, и он достаточно красиво выглядит, красивая анимация. В общем, достаточно популярный такой вид анимации, который можно и нужно использовать. А дальше так называемый нижний заголовок, или в Камтазии, в предыдущей версии это называлось Low Assets, то есть заголовок нижней трети экрана, да. Вот, в основном применяется для подписей, красивых подписей, каким-то портретным съемкам. То есть вот какой-то начальник что-то говорит, а ниже написано Иванов Иван, директор компании такой-то. Ну вот, тоже достаточно употребимая вещь. То есть такой полузаголовок, нижний заголовок. Далее, появилась в последней Камтазии анимация, которая называется цитата, анимированная цитата. Это текст, который появляется не сразу, а по частям. В нем есть еще некоторые дополнительные элементы, такие как кавычки в начале, подчеркивание, нижнее подчеркивание в конце. Ну, здесь неудачно было сочетание цветов выбрано. Темно-красный на темно-синем выглядит не очень, а так вообще это достаточно эффектно. Вот здесь вот подчеркивание того, кто это произнес. Эту цитату. Далее, библиотека анимированных выносок. В данном случае имеется в виду... Вот смотрите, сейчас опять подрисую вам. Имеется в виду не изображение велосипедиста, а вот это вот изображение. Видите, оно состоит из двух элементов. То есть вот такая вот выноска красивая, которая указывает в нужную часть изображения. Она появляется анимационно, и она уже гораздо лучше сверстана, чем те выноски, которые я вам в самом начале показывал, как первый вариант. И таких выносок разных их видов, тут тьма просто. То есть можно подобрать на любой вкус, с любой стороны, там сделать это, то есть там, допустим, показать первое колесо, там потом такой выноской второе колесо, велосипедиста, руль, ну и так далее. Далее, ой, прошу прощения. Специальная библиотека анимированных... А, нет. Это анимированные выделения. То есть те самые скетч-мошен, которые я вам показывал вторыми в наборе возможностей Camtasia, ну, в данном случае это расширенный вариант. В данном случае вот он, объект. Это вот такая вот страшилка вот эта вот, да? Вот объект, но вот объект, но не о нем идет речь, а речь идет о том, что вот эта такая вот рука импровизированная, она рисует вот такой круг вокруг этого объекта, тем самым его подчеркивание, подчеркивая как-то его. Да, и это у нас создает возможность как-то помечать те объекты, которые нам очень нужны. В конце концов, просто библиотечка микроанимаций на любой вкус. Очень много всяких объектов, которые там колокольчик начинает бить, радио... этот самый... рупор начинает якобы что-то говорить, то есть вот эти места начинают как-то меняться, ну и много-много-много. Это именно микроанимации, они небольшое анимационное действие содержат внутри себя, но их зато очень много, их много можно подобрать под любой вариант. Также хочу отметить, что они векторные, и поэтому их можно хоть на весь экран, хоть совсем крошечными делать, они будут одинакового качества без пикселизации. То, что появилось в последнее время, вот последней версии Camtasia, это редактирование и создание пути курсора. Как правило, на своем курсе я всегда своим слушателям говорю, не используйте курсор мыши как указательный элемент для вашего скринкаста. Вы не можете управлять мышью в тот момент, когда вы что-то меняете страницы, что-то говорите, вы не можете делать траекторию курсора настолько хорошим, чтобы использовать его как указательный элемент в конечном ролике. То есть реально происходит какой-то... Вы куда-то перемещаете курсор, потом он куда-то у вас уходит, потом он начинает дрожать, потом он перемещается... Вы что-то говорите пламенно, а курсор перемещается к тому элементу, который вам не нужен. Ну, вы просто в этот момент никуда не хотите указывать, и он сам куда-то перемещается. Ну, рука просто идет, и все. Вот здесь показан такой пример курсора, который вот никуда не показывает. Точнее, показывает примерно куда-то, ну, это очень плохо все. В 22-й версии Камтазии появилась возможность полноценно использовать курсор как указательное средство. Для этого, ну, во-первых, сам курсор, можно подобрать много его видов и показать его без пикселизации. То есть это будет курсор, выполненный в векторной форме, нереальный курсор, который снят в видеокамере. Не видеокамеры, а в процессе скринкаста. Вот. Ну, и потом можно редактировать сам путь посредством передвижения вот этих вот точек, которые здесь видны, да. И вот можно сделать, например, примерно так. Вот видите, тут путь уже ровный, он идет сверху вниз, потом он подчеркивает какое-то, вот, видите, вот делает овал вот такой вот, полуовал, дугу, имея в виду, что здесь хранится какое-то важное сообщение, потом снова вниз куда-то идет, да. Вот если редактировать курсор, то он уже может являться полноценным средством указания на какой-то процесс, который вы объясняете. И это новое замечательное свойство. Более того, вы теперь можете не просто редактировать путь курсора, но и создать его с нуля. А это означает, что вы можете его использовать не только на тех скринкастах, которые сами при помощи Camtasia только что создали на основе того, что показывает ваш компьютер, но и на основе каких-то третьих роликов, роликов третьих сторон или даже статических картинок, которые, конечно, реально изначально никакой траектории курсора не содержат. Вот это новое такое свойство, которое создает возможность, анимационную возможность практически на пустом материале. То есть вы имеете, например, статическую картинку изначально, в которой не было никакой анимации, подключаете к ней курсор и появляется полноценное видео, которое на этой картинке что-то там вам указывает. Ну, все. Тут можно было еще много о чем говорить на самом деле, да, но мы на это и так затратили много времени. Давайте идти дальше. Анимационные интернет-сервисы. В сети существует достаточно много возможностей делать некие псевдо-мультяжки или, можно по-другому говорить, некоторые анимированные комиксы. Один из таких сервисов называется GoAnimate. К сожалению, он совсем не... Начинал он с того, что у него был приличный бесплатный тариф. К сожалению, он давно уже не бесплатный, но суть даже не в этом. В чем суть этих сервисов? Они обладают достаточно хорошей библиотекой персонажей. У этих персонажей есть какие-то стандартные анимационные свойства. Например, указующие, вот как пальцем на что-то указывает, изменение позы, изменение эмоционального состояния на лице. Каждый из этих персонажей имеет несколько таких анимационных шаблончиков. Кроме того, есть разные фоны, есть разные объекты и прочие мелкие анимации. В принципе, из этого можно делать, создавать такие некоторые подобия реальных мультиков. Вот. Почему мне эта идея не очень нравится? Во-первых, она, ну, когда этим занимаются профессионалы, то получается хорошо. Ну, дело в том, что достичь профессионализма не так просто. Человек, вот, конечный автор, приходя в этот сервис, он отнюдь не всегда достигнет того уровня, чтобы можно было сделать приличный ролик. Как правило, видно, что это отдельные наляпанные шаблончики и переходы между ними не являются естественными. Почему так происходит? Потому что вот в подобных сервисах очень важным моментом является не только изобразительный, но и сценаристский аспект. То есть, если вы не написали для своего короткого ролика хорошего сценария, то есть, когда посекундно что должно появляться, в какой момент что на что должно указывать и как это сделать, чтобы это было естественно, то у вас ничего не получится. А написание подобного рода сценариев все еще находится в области скорее искусства, нежели такой технической работы. Мы-то с вами что хотим? Мы хотим, чтобы наши возможности по созданию видеороликов не приводили бы нас к тому, что мы становимся специалистами в области именно видеороликов. Тогда у нас времени не останется на основную нашу деятельность, на учебную или какую-то другую информационную. А коль скоро это требует некоторых таких высоких компетенций, то это уже не очень хорошо. Тем не менее, я знаю некоторых преподавателей, которые достигли, в частности, в этом сервисе достаточно хороших высот, и их ролики достаточно примечательны. Так что обратите внимание, есть еще несколько сервисов, можете их найти. Ох, забыл. Надо было мне сделать еще один слайдик. К сожалению, забыл еще одно. Еще один сервис, точнее, не сервис, а приложение, которое занимается примерно тем же самым. Я, кстати, только единожды видел в сети приличный набор видеороликов, сделанный примерно по этой технологии, вот, который бы можно было бы так, на твердую четверочку смотреть. И это реально учебные ролики, набор учебных роликов по философии на каком-то канадском, на канале какого-то канадского университета. И это было достаточно приемлемо. Во всех остальных случаях эти ролики, ну, в общем, вспомогательную роль, конечно, могут зазывательно нести, но, собственно, обучающую роль у них не очень хорошо получается. Идем дальше. А, да, вот вариант, когда подобная анимация имеет смысл. В данном случае речь идет не о каком-то сервисе, а просто покадровой съемке каких-то вырезанных из бумаги объектов. Компания Common Craft, которая специализируется на объясняющих роликах, как раз вот в такой технологии делала свои объясняющие ролики, и они были просто великолепны. Обращаю ваше внимание, что тут все нарисовано почти детским пером таким, то есть непрофессионально. И тем не менее это объясняет все достаточно хорошо. Можете погуглить по сочетанию Common Craft, и в YouTube найдете много роликов вот подобного содержания. Но и тут все точно так же, как в предыдущем случае, зависит от сценария, который должен быть, с одной стороны, минималистичным, с другой стороны, передавать все самое важное, а это самое главное, и это искусство. Этому, конечно, можно научиться, но это достаточно сложно все-таки. А, кстати, советую всем книжку руководителя этой компании, которая называется «Искусство объяснять». Тоже можете покупать, погуглить, замечательная книжка. Она вам может во многом поставить мозги для того, мозг, да, для того, чтобы вы каким-то образом научились подобные, подобные сценарии делать. Следующий пункт, который я очень люблю, который называется «От интерактивности к видео». Вот, и это тот пункт, который просто нам заявляет, что интерактивность – это есть многовариантное видео. То есть, когда мы видим какой-то интерактивный материал, который как-то изменяется под нашими действиями, здесь самое главное слово – это «изменяется». То есть, мы последовательно переходим от одной стадии к другой в каком-то интерактивном продукте и получаем последовательно какие-то фазы этого интерактивного продукта. Если мы точно знаем, куда двигаться, и мы знаем, что в этом интерактивном продукте мы по шагам, шаг 1, шаг 2, шаг 3, шаг 4, получаем какую-то интересную последовательность этапов, то почему бы эта последовательность этапов не заснять в виде скринкаста, и у нас должно получиться достаточно хорошо, да. Вот. Ну, вот один из таких приемов — это видеомасштабирование, когда у нас есть некий интерактивный сервис, который показывает нам наши разные объекты в увеличенном и уменьшенном масштабе, и мы можем последовательно пройти по этим объектам, заснять их, и у нас получится вот такой эффект, когда мы показываем объекты, разные объекты разной величины, и сравнение этих объектов в реальном видеопространстве позволяет нам что-то об этих объектах понять, точнее, о их соотношении что-то понять. Вот. Ну и вот мой ролик, который я всегда показываю, то, что я делал из сайта, который называется PopulationPyramid.net. Кстати, классный сайт, сходите туда, посмотрите, там можно зависнуть на пару часов, который показывает демографическое состояние, состояние населения во всех странах мира, вот, и у него есть информация с 1950 года и прогноз до конца нынешнего столетия. Вот. Ну и там это чисто интерактивная штука. Вот примерно так это выглядит. Если вы видите, вот зеленым здесь подчеркнуто то, что вот сейчас это изображение, сейчас я включу рисовалку, это изображение, вот это вот изображение, это есть популяционная пирамида. Ну, если кто не знает, слева синим отложены мужчины, справа красным отложены женщины, здесь возраст, а здесь процентный состав. Вот. Ну, в данном случае это весь мир в 2020 году. Вот. И вот на этот зеленый прямоугольник, обращая внимание, тут есть ссылочки, которые заглавлены плюс один, плюс пять и минус один, минус пять. То есть плюс один год и плюс пять лет. Вот. И пирамида перерисовывается. И идти можно с любым шагом, с шагом один или с шагом пять, от 1950 года до 2100 года. Вот. Ну, очень здорово. Можно смотреть каждую пирамиду, а можно их оживить. Если тыкать последовательно, допустим, плюс пять, вот, то можно эту пирамиду оживить, и получается достаточно интересно. Получается примерно вот так. А, да, инструмент, который я использовал, был приложение, которое называется метроном. Зачем оно мне было нужно? Затем, чтобы снимать чистый скринкаст, а не делать покадровую съемку, и потом все это собирать, что достаточно муторно. Надо тыкать в следующий год с одним и тем же промежутком времени. Вот. Поэтому я выставил метроном, который мне задавал звуком, когда я должен производить следующее нажатие на ссылку. Вот. И просто нажимал мышкой на эти ссылки, и получался скринкаст. Что примерно получалось, я вам сейчас постараюсь показать. Так, сейчас вы должны видеть некий экран. И... Сейчас мы перейдем в... в папку, где у меня это все лежит. И вот этот ролик, который мы сейчас посмотрим с вами. Сначала про весь мир с 50-го по 2100 год. Вот видите, какая пирамида в 50-м году была. И потом она начала потихонечку сужаться снизу и расти вверх. Это означает, что рождений становится все меньше. Но люди живут все дольше. Вот. Предполагается, что к середине столетия будет примерно так. А к концу примерно вот так уже. В виде вот такой вот пули. А теперь посмотрим то же самое на... по разным континентам. Вот мы видим Европу. Она уже совсем не пирамида даже в 50-м году. Там еще есть последствия войны в виде таких волн. Больше всего детей рождается в Африке. Мы это видим. И Африка даже до конца столетия не станет полностью такой пулей, как на всех остальных континентах. Но тем не менее, некоторый вид такой вот уже приобретет. Вот то будущее, которое нас ожидает. Ну, если не будет происходить ничего из того, что не предусмотрено прогнозом. А оно, конечно, будет происходить обязательно. Так, мы возвращаемся и идем дальше. Динамическая инфографика. Динамическая инфографика это, как я говорил, это некоторая часть предыдущего пункта, но очень классная часть. Динамическая инфографика, которую в последнее время можно изготавливать при помощи специальных сервисов. Один из таких сервисов Flowrish, который, к сожалению, с августа недоступен в России. Ну, правда, доступен через через VPN. Вот. Результаты его работы доступны все еще, к счастью. Ну, и вот несколько таких диаграмм движущихся. Одна из них я называю гонка столбиков, да, когда у нас есть энное количество условно говоря каких-то графиков, которые изменяются как правило по годам или по какому-то временному промежутку. Вот. И вместо того, чтобы рисовать там десяток графиков, рисуются вот такие столбики, которые... А время растет у нас вот здесь вот. Просто время растет как время. Вот видите, тут фаза декабрь 14-го года. Вот. И эти столбики как бы друг с другом соревнуются, друг друга обгоняют и так далее. Очень наглядно и очень интересно. И действительно получается вносить некую соревновательную струю в то, что может быть изначально и не имело соревновательного смысла. Вот. Вот давайте посмотрим один из таких... Да, все это сделано не как видео, а как динамическая инфографика. То есть просто нажимаете на кнопку, это начинает работать. Но разумеется, при помощи скринкаста ничего не мешает нам из этого сделать... сделать из этого ролик. Вот. Давайте я один из таких роликов вам сейчас покажу. Индекс цен производителей промышленных товаров по странам с 2014 по 2017 год. По странам бывшего СССР. Ну, тут в виде пашек также всплывают некоторые события, которые могли оказать влияние на этот индекс цен. Политические события, падение цен на нефть, например, и так далее. вот мы видим, что страны, очень сильно зависящие от экспорта нефти, у них упал индекс цен производителей. нефти, так. Ну, музыка, разумеется, наложена уже в видеоредакторе. Вот. Какие еще есть варианты? Конка графиков примерно то же самое, только друг с другом соревнуются вот такие графики, которые растут во времени. То есть это конечное состояние этих графиков, а реально эти графики растут вот так вот во времени и как бы тоже соревнуются друг с другом. Отличие от предыдущего состоит в том, что графиков не может быть много. То есть десяток графиков это уже явный перебор. Лучше всего, когда 2, 3, 5. 5 это максимум уже. А вот гонка столбиков там может быть 10, 15, даже 20. И все еще увлекательно на это смотреть. Ну, и последний вариант здесь это вот такая вот пузырьковая диаграмма, которая тоже может расти во времени. Каким-то образом. Вот видите, тут есть время. И реально эти пузыри могут... Это очень богатая информацией диаграмма. Ну, в данном случае здесь про ковид все, да. По вертикали умершие, по горизонтали заболевшие. Есть некая средняя линия, вот она расчерчена. И страны, есть размер пузырьков, который описывает смертность в стране. И есть цвет страны, который описывает некий индекс безопасности здоровья, проставленный какой-то международный ВОЗ. Организация ВОЗ, Всемирная организация здравоохранения. Ну, и когда запускаешь это все, эти пузырьки маленькие сначала выползают отсюда, потом как-то вот могут так вот ходить и превращаются, растут и куда-то вот здесь вот конечный их размер образуется. То есть тоже очень классно все получается. Я не буду сейчас вам это показывать, но поверьте, из этого тоже очень классный ролик можно сделать. Дальше. Файлы формата Lotte. Формат Lotte это формат векторных микроанимаций. Вот. На самом деле формат Lotte это, по сути дела, текстовый формат. У него нет своего собственного расширения. Он, его расширение вот этот вот JSON. Сейчас я нарисую. Вот оно. То есть это такой стандартный XML-формат, который знают многие программисты и используют. И вот он, этот формат очень хорош. К сожалению, он пока напрямую не воспроизводится браузерами, но многие видеоредакторы его уже имеют возможность использовать. В частности, Camtasia тоже его используют. Ну и он такой интересный достаточно форматик. Совершенно копеечные, получается, микроанимации по размеру. Ну, примерно на порядок меньше, чем такие же анимации были бы в каком-то видеоформате. Вот. Вот. Обратите на него внимание. Об этом формате можно почитать вот здесь. Ну и, соответственно, использование этого формата у себя, даже хотя бы и на каком-то плоском изображении, не движущемся или в своих скринкастах, это очень здорово. А еще можно бесплатно вот здесь вот взять такие вот файлики. Вот. А еще четыре таких файлика я вам приоттачил к вебинуару. Можете их скачать и попробовать использовать, если вы понимаете, где вы их можете использовать. Да, хотел бы также отметить, что этот формат JSON понимается Camtasia. Вот здесь видно, что в корзине клипов лежат вот эти вот велосипедисты, вот эта вот страшилка. И они имеют расширение JSON. Это говорит о том, что это лотти файлы. Кроме того, и в самой библиотеке те самые микроанимации, о которых я говорил, они тоже имеют формат JSON. То есть это, по сути дела, в библиотеке Camtasia лежит набор JSON файлов. Вот. Классной чертой JSON файлов является то, что они векторные, а значит, их качество не зависит от того, насколько сильно вы их увеличите или уменьшите. Пикселизации у вас не будет. Следующее. Это использование гигантских изображений или гигапиксельных изображений, если по-другому. Тоже моя любимая тема. Я с ней много достаточно работал. Есть изображения просто большие, на которых очень много деталей. И эти большие изображения, которые не разглядишь полностью, если поместить их просто на один экран, являются источниками видео. Потому что можно просто по этим изображениям ходить, увеличивать детальки, что-то об этих детальках рассказывать и получать хорошие, какие-то хорошие видеоролики. Ну, вот это пример достаточно старый. Это огромная фотография кексгольдского полка. Вот. Он имеет большую историю там. И фотография имеет серьезную историю. Ну, а в современности, конечно, тоже можно что-то подобное делать. И вот я вам сейчас покажу один из таких роликов, снятых по подобной технологии. Ой, нет. Нет, нет, нет. Не это. Весь экран. Разрешить. Сейчас мы перейдем вот сюда. Я запущу вот этот вот ролик. По известной вам картине, разумеется, сделанной. Последний день Помпеи. Ну, и тут показаны некоторые элементы этой картины с увеличением. Здесь просто движение какое-то показано. Разумеется, к каждому из этих объектов можно было бы сделать либо пояснение текстовое, либо голосом что-то пояснить. Ну, и здесь это сделано достаточно быстро, за минуту. А можно было бы, конечно, это делать менее быстро, чтобы оставалось время на объяснение. Тут каждый объект что-то означает на самом деле. Это не просто так изображено. Ну, вот такое вот видео. Обращаю ваше внимание, это видео сделано на основе чистой статики. Да, просто это статика, это достаточно хорошее изображение, в котором можно разглядеть детальки. Да, ну вот таких гигапиксельных иллюстраций достаточно много. Не обязательно они связаны. Иногда могут быть вот такие плакаты в гигапиксельном виде, чтобы показать различных там птичек, рыбок и так далее. Привычные офисные приложения тоже можно использовать для видео, если вам, особенно если вам надо сделать что-то, ну, собственно, сейчас покажу. Самый простейший случай – это использование внутренней анимации в PowerPoint. В PowerPoint достаточно могучая анимация, и ей можно сделать совершенно замечательные вещи. Я вам хотел бы порекомендовать обязательно посмотреть ролик, который здесь приведен, как пример. Это ролик достаточно блестящего использования, относительно простого, но блестящего использования анимации в PowerPoint для целей объяснительного видео. Кроме того, можно, конечно, просто использовать Word, если вам надо что-то изобразить на основе какого-то текста, да, то есть выделить что-то из текста, показать. Это, конечно, можно делать в видеоредакторе, используя какое-нибудь титрование, сложные элементы монтажа и так далее. Но можно и просто поступить. Выделить то, что вам надо внутри Word, сделать скриншот и потом с этим скриншотом работать. Ну, вот я выделил такой вот текстик, а дальше посредством видеоредактора начинаю переходить от одного фрагмента к другому. Там, да, и то есть выделяю там какое-то слово, потом еще какое-то, потом еще какую-то фразу, да, и переход между этими этапами, не буду же вам показывать, времени не так много, создает некий смысл дополнительный. Причем делается это элементарными средствами монтажа, то есть вот этот вот, в Камтазии это называется прожектор, это элементарное средство, оно не требует многого. Вот, почему бы не сделать, если есть такая вот креативная мысль, она достаточно хорошо работает. Так, это у нас следующий пункт, ожившие диалоги, ну, это примерно то же самое, только с использованием либо стандартных блоков каких-то редакторов сайтов. Я, например, здесь использовал тильду, да, где есть вот такой вот блок диалогов. Этот диалог может развиваться, сначала он может быть таким, потом стать вот таким, да, вот. И смена вот этих вот, развитие этого диалога можно сделать в видеорежиме, и тогда получается уже некий сюжет, который развивается во времени и нормальный видеофайл, да. Ну, а также можно использовать, конечно, и просто какой-то скриншот из каких-то мессенджеров, с того же Твиттера или с Телеграма или еще откуда-то, да. Вы можете либо сами создавать эти диалоги, либо попросить кого-то из друзей и провести с ними диалоги по какому-то сценарию, когда известные слова ваши и слова того человека, который вам отвечает, и на экране это все зафиксировать, как это развивается посредством скринкаста. То есть, разумеется, этот диалог должен быть не пустой, а наполненный каким-то смыслом, например, обучающим смыслом, да, вот. Но это очень здорово, потому что в диалоге содержится некая драма, да, драматический эффект, это уже, можно сказать, что это сторителлинг, и это очень сильно привлекает внимание. Ну и наш последний пункт, да, это оживление портретов. Ну, я его привел как пример того, что искусственный интеллект, конечно, очень сильно вторгается в область видео в последнее время. Мы увидим очень многое. Ну, вот первое, что бросается в глаза, то, что был какой-то портрет человека, который жил достаточно давно, и искусственный интеллект уже может сделать видео, как он улыбается, как он щурится, некие эмоции ему добавить и так далее, да. Ну, вот могу показать вот такой вот, возможно, немножко смешной случай. Это, разумеется, сделано на основе портрета, а не реального видео. Ну, а дальше повторение идет, так что смотреть не будем. Ну, смысл понятен, да. То ли еще будет, то есть мы будем обладать все большими и большими возможностями по оживлению различных сцен. Вот, в будущем. И если этим можно пользоваться для целей авторского видео, то почему бы и нет. Ну, вот это 12 таких моих пунктов. Можно было бы, конечно, еще напридумывать каких-то других. Но это те, которые я почти все из них, ну, по крайней мере, процентов 80 использую сам. И вам тоже советую. А, ну да, это вот как раз другие варианты, где различным известным личностям тоже создаются прищуры, создаются улыбки и так далее. И вот статья, которую можно почитать по этому поводу и самому попробовать, как этим, самому попробовать, как этим пользоваться. А еще раз напоминаю, что 1 ноября будет мой курс. Кому интересно, приходите. Я надеюсь, что много интересного будет сделано на этом курсе, рассказано на этом курсе и показано. Ну, и на этом у меня все на сегодня. Я сегодня уложился, если не в час, то, по крайней мере, в час 15. Коллеги, есть ли у вас какие-то вопросы, реплики, я готов ответить. Ну, оживление лиц, это, конечно, здорово, да. Но я надеюсь, что будет что-то более продвинутое, что можно использовать реально в обучении. Пока это больше игрушка, хотя уже такая игрушка, которая на мысли некоторые наводит, прошу прощения. Так, коллеги, я напоминаю, что сертификаты будут выданы буквально минуты через 3, ну, может быть, 5. И приобрести их можно будет вот здесь. Вы должны будете перейти вот по этой ссылке, набрать лучше всего свой мейл, по которым вы регистрировались. Вам вывалится список тех вебинаров, которые вы посетили в Директ Академии. На самом верху будет сегодняшний вебинар, надо будет его выбрать, там будет кнопочка «Оплатить». Дальше переход к Ю-кассе, несколько способов платежей. Если это быстрые онлайн-способы, то уже буквально через несколько минут деньги дойдут, и можно будет скачать сертификат. Для того, чтобы скачать, надо будет повторить все эти действия, найти себя, найти вебинар, и вместо кнопочки «Заплатить» будет кнопка «Скачать». Вот и все. Ну что ж, друзья, я рад, что вам понравилось. Встретимся еще. Добро пожаловать в Директ Академию. Встретимся на новых вебинарах. Добро пожаловать в Директ Академию. Добро пожаловать в Директ Академию.